Привет друзья! Российский военнослужащий показал как устроен ПЗРК «Верба» четвертого поколения. Будет показано далее. Переносной зенитный ракетный комплекс 9К-333 «Верба» разработан в КБ машиностроения и принят на вооружение в 2015 году. ПЗРК «Верба» является дальнейшим развитием ПЗРК «Игла-С» и превосходит его по эффективности до полутора-двух раз. В состав комплекса 9К-333 «Верба» входит осколочно-фугасная зенитная ракета 9М336, пусковой механизм 9П521 и наземный радиозапросчик 1Л229В. Дополнительно может использоваться съемный прицел ночного видения 1ПН97М «Маугли-2М» и малогабаритная РЛС 1Л122 «Гармония» с ноутбуком. Она обеспечивает обнаружение целей на дальности до 80 км. ПЗРК «Верба» почти не реагирует на тепловые ловушки и другие помехи. Это достигается благодаря особо чувствительной трехспектральной головке самонаведения ракеты, действующей в ультрафиолетовом и двух инфракрасных диапазонах. ПЗРК «Верба» может уничтожать не только вертолеты и самолеты, но и БПЛА и крылатые ракеты. ПЗРК «Верба» превосходит не только ПЗРК «Игла-С», но и американский ПЗРК «Стингер». Для сравнения, ПЗРК «Игла-С» поражает воздушные цели на высотах до 3,5 км, ПЗРК «Стингер» — до 3,8 км, ПЗРК «Верба» — до 4,5 км. Кроме того, нижняя граница высоты захвата цели для ПЗРК «Стингер» — 180 метров, а ПЗРК «Верба» начинает работать уже с 10 метров. ПЗРК «Верба» способен поражать цели на дальности до 6400 метров и скорости полета цели до 500 метров в секунду. Время реакции ПЗРК — 8 секунд, вес — 17,25 кг. Стоимость ПЗРК «Верба» предположительно около 150 тысяч долларов. В начале «Верба» приготовляется, отсидываются планки пересела, скидываются крышки защитные, производится накол наземного источника питания, который остужает галочку самонаведения и подает питание на саму «Вербу». Далее выбирается направление цели, то есть либо она удаляется, тогда нужно нажать кнопку «Вдогон». Если она движется на нас, то ничего нажимать не надо. Далее нажимается пусковой крючок в зависимости от выбранного режима стрельбы, то есть до первого щелчка — это ручной режим стрельбы, до конца — это автоматический режим стрельбы, то есть ракета все сделает сама. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.